Всем привет! Это Главное Медиа о людях Центральной Азии WE Project. И сегодня мы зададим 28 вопросов популярному диджею из Ташкента, диджею King Mozzarella. Ассаламу алейкум! Здравствуйте! 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 Заходите! Как настроение? Как вы? Ну, хорошо, хорошо. Рад вас видеть, кстати говоря. Где мы находимся, собственно? Мы находимся в моем, наверное, недостроенном еще, не открытом еще, как Трэпхата, да, назвать надо ее? Или как офис со студии? Типа два в одном, наверное. Берлога. Да, берлога моя, прям будущая. Это коридорчик наш, как видите, ну, типа, чипаны, здесь вешалка, скажем, моя, здесь вы сядете, обувь поставите. Сколько у вас концертных чипанов? На данный момент у меня 30, скажем, но я еще не открыл новые. Возможно, больше 30, скажем, да? Вот здесь шкаф-наград, кстати. Шкаф-наград, где вот здесь будут статуэтки и все прочее стоять у нас. Вот этот шнур мы подключим скоро к электричеству, и вот так диагонально по кругу пойдет свет такой красивый, необычный. Что вы делали час назад? Я кушал, я с мамой сидел и беседовал о жизни. А что кушали? Что кушал? Любимые голубцы, которые она готовит всегда. Кстати, это офис. Рабочая зона, да, у меня, скажем. Начнем снизу, да? Это такая чил-зона у нас, ну, типа, переговорная и все прочее. Сидячая, изучаю по телевизору. Многое, да, смотрю и все прочее другое. А наверху у нас рабочая зона, именно рабочая зона, пока что на двоих. Какое у вас любимое место в Ташкенте? Любимое? Я люблю гулять. Я люблю гулять по паркам, развлечениям, все прочее другое. Ну, там, может быть, если настроения нет, то буду ходить по улице где-нибудь один. Если настроение очень хорошее, я, наверное, прогуляюсь с друзьями. Ну, там, ну, квест пойдем поиграем или VR, или что-то еще такого формата. Но люблю кушать всегда. Кушаю просто, я еще тот гурман, который сделал свой гастро-список. Где вкусно покушать, по мнению? Ну, смотря что, скажем, да, по настроению. Если элементарно начнем с плова, кажется, первым я назвал бы караван, где я кушаю прям бесподобно вкусный плов с гостями. Ну, очевидно, я всегда ищу с ними без фазон. Когда встречаю таких гостей, как из Казахстана, особенно из Черняевки, мы едем прямиком через Дюнсабад, и они голодные. Я говорю, где вы хотите кушать? Они говорят, без фазон. Пять тонн плова, мне кажется, в Узбекистане еще никто не продает в день. В день пять тонн плова. Рамен я кушаю в Твай Спайсе, вот здесь рядом у меня на Новомосковском. Бешбармак у нас делают, вы же сами знаете, вот Каневка, там у нас прям топ-топ есть. Бешбармак очень вкусно делают. И туда за два дня надо в очередь записываться. Как ваше настоящее имя? Меня зовут Шохрух, я Сираджев Шохрух. А почему Кинг Макарелла? Расскажите, пожалуйста. Вы здесь его неправильно произнесли. Я Кинг Макарелла, я же сыр. Типа, смотрите, меня Шохрух звать, фамилия у меня Сираджев. Первые три буквы от моего имени, фамилии. С узбекского на русский и на английский с переводом. Шох, король, кинг. Сир, сыр, отсюда сорт, сыр моцарелла. Я Кинг Макарелла. Ну, типа, С вот это мы на узбекском читаем, типа, моцарелла. Вот так. Я Кинг Макарелла, отсюда и произошло. Это самая основная комната. Идемте. Круто. Ваша студия, да? Это моя студия. Это моя студия, которая, как видите ли, вот такая. Как видите, здесь, начиная с микрофонов, стульев наших кресел, да, скажем, с мониторов, как фокалы, как и звучка такая, миди-клава. Есть FLK-миди-клава особенная тоже. Здесь понадобилась особенность, ну, типа, вся техника, которая здесь именно работает, скажем, мы сделали так, что вся техника дружит с Маком. Сколько может вот стоить такой музыкальный оборудование? Ну, честно говоря, да, очень дорого стоит. Пришлось накопить на это все и потом собирать по одному, по одному, по одному. Ну, и мы дошли до вот этого всего, что здесь вы видите. Если все про все взять, да, это как одна машина вот здесь, да, все стоит. Какая? Малибу, мне кажется. Малибу. Окей. Вот это модель фокалов. Просто, если вы вот здесь царапните, это уже тысяча баксов, как менять надо вот эту штуку. Тоже дорогая штука. Ну, она обошлась где-то, скажем, двум тысячам, да, скажем. Здесь это три, это два, может быть. Найдем дальше. Как видите, вот здесь у нас, типа, как в кино мы сделали включатель свой. Я не буду вот это все врубать, конечно, уже здесь все включено. Ну, начнем со свещения, просто я вам примерно покажу, как это будет, как ASMR, да, выглядеть. Типа, вот так все включается здесь. А что самое дорогое здесь вот из девайсов? Из девайсов? Да. Самое дорогое, мне кажется, вот этот тот самый микрофон наш, который стоит там баксов четыре тысячи, что ли. Ого, один микрофон четыре тысячи. Да. Вау. Я не пою. Я, как и есть диджей, многофункциональный, скажем. Эта студия будет у меня работать для себя, во-первых, да. Типа, элементарно любой трек, если я захочу, да, там нужен вокал будет, да, вдохновление придет же. Типа, я хочу узбекский вокал, я хочу вот такой вот такой, да. Любого артиста я нахожу, и у меня есть уже микрофон. Любой звук я записываю для себя. Вот на микрофон за четыре тысячи долларов в логике. Покажите ваш плейлист, вот прямо сейчас, что вы слушаете? Я меломан, я вам так скажу. Я слушаю разную музыку, начиная от драйвового до спокойной музыки, но в последнее время я на спокойную подсел. Но если все-таки три трека, которые вот вы сейчас слушаете, по дороге, на работу или домой. О, за последнее время, знаете, русская музыка одна мне понравилась. Мы идеальная пара. Шоколад, ты же? Очень время я подсел за последнее время, скажем, да? Ты любишь меня? Конечно! В принципе, вот здесь стоит то, что я часто слушаю. Кстати говоря, в Казахстане я очень много слушаю и играю, кстати. Потому что братские народы все-таки вы наши. Это да. Чих-чих-чих-чих-чих. Мы с ними недавно в Ташкенте открывали кофейню Тары. Я слушаю, скажем, Айдахар, да, скажем? Чих-чих и 5К, как минимум. Получить Грэмми или 100 миллионов подписчиков в Инстаграм? Ух ты! Это очень такой, да, вопрос вы задали, я смотрю, да? Я бы выбрал, наверное, 100 миллионов человек. Конечно, и Грэмми хочется, это мечта моя. Но я выберу 100 миллионов человек, которые меня доведут до Грэмми. Потому что с их прослушиванием и с их поддержкой я, мне кажется, добьюсь точно Грэмми этого. Публика важнее, нежели, чем сама награда. Никогда в жизни не выезжать из Ташкента или всю жизнь путешествовать, но не иметь возможности вернуться домой? Мой ответ – быть дома всю жизнь, но и при этом путешествовать, гастролировать по разным странам. На два дня, да? Максимум неделю. Мартин Геррикс, Дэвид Гетто или Иман Бек? Я бы на первом месте поставил своего Хардвела. Это кумир. Я его огромный фанат с 2015 года, когда я начинал. Я полностью его изучаю. Но Мартин Геррикс и Дэвид Гетто, они тоже достойны максимального уважения. Потому что они тоже сделали очень большой вклад в индустрию электронной музыки. А Иман Бек – это просто взрыв был для нашей Центральной Азии, когда он дал такую мотивацию, что... Мы тоже сможем, почему бы и нет. Как и он добился Грэмми, так и мы мечтаем добиться Грэмми. Максимально белая зависть к нему и хочется познакомиться с ним. С кем из артистов Центральной Азии вы хотели бы сделать фит, коллаборацию, ремикс? Может быть, скажем, из Центральной Азии я назову вам Иман Бек, Ирина Кайратова. Казахстан я назвал. Из Кыргызстана, как минимум, это Лукманапа, Бакар и все прочее, да, ребята? Мне кажется, начать с Центральной Азии и дальше двигаться. Я очень часто смотрю свой прошлогодний концерт. Вот такую сцену собрали. И 6 тонн экрана на потолок, да, вот над людьми, вот этот огромный экран. 5500 человек собрали. Это мой из главных, скажем, да, концертов – это второй. Люди, как видите ли, все в тюбетейках. Здесь дресс-код. Я не говорил, да, в чем одеваться. Но они сами оделись, и это вот эта аудитория, она самая лучшая для меня, скажем. Это Шакир у нас, это Констан у нас. Они очень таланты у нас. Они сейчас акулы в рэп-индустрии, скажем, да? Этот выход самый страшный был в моей жизни, наверное, из первого. Концерта? Первый, все-таки первый, да? Она на всю жизнь запомнится. В смысле, вы волновались, да? Да, очень сильно. Потому что здесь только к вам придут же люди. Да. Сольный концерт ваш. И, конечно, волнительно. Всегда я выступаю, если на фестивалях, где все разные артисты. А тут, скажем, именно ко мне пришли. А как вы справляетесь с волнением? Есть ли какие-то ритуалы? Назад пути нету. Надо идти уже. Надо идти и не сдаваться. А вот этот второй концерт, я вам так скажу, он тоже был так же и волнительным. Как будто в первый раз я вышел на сцену. Выступать с хором. Сделать мини-фильм свой, да, про себя. Как я начинал, как я дошел. И как я рядом с вами, я донес зрителям аудиторию своей. А это моя мама. Это моя мама. Только это не я. Я потому что занят был концертом. Первые треки не оценивали. Да, не оценивали, как я начинал, как все это проходило. А все начиналось с фильма 128 ударов же у меня. Вот после этого я начал открывать FL-ку, изучать, скажем, вот момент. Этот момент прям волнительный. И огромная фишка, видите? Огромная фишка, чтобы люди поняли, о чем речь концерта сама была. Видите, продолжай. Вот вам мотивация, которая есть. Я посвятил трек отцу. Я посвятил весь концерт своему покойному отцу. Потому что, я вам так скажу, когда я только начинал, в семье у меня никто не понимал этого. Никто не понимал. Но он тоже не понимая, он меня поддерживал всегда. Он не понимает. Он говорит, сыночек, классная вещь. Вот этот трек тебе надо было первым поставить, вторым. А последнее, что я на всю жизнь запомнил, это когда он сказал, когда я ему говорю, я мечтаю поставить Корнай-Сурнай и электронную музыку совместить. И он говорил, а когда я это сделал, он говорил, типа, вот этот Корнай-Сурнай твой трек, пусть будет всегда первым. И после этого я начал сделать максимально весь альбом из Корнай-Сурнай. Но и в первых частях, и на первых полках, местах, и везде ставить Корнай-Сурнай. И дать знать всем, что я национальный диджей, что я Кинг Моцарелла, тот же самый патриот, который своей стороны хочет продвинуть культуру. Да, было больно потерять отца, и очень больно. Это единственный мой мотиватор по жизни, скажем, сейчас на данный момент, где я просто не сдаюсь и иду по всем стопам, по всем преградам, просто ломаю все стереотипы, ломаю все, что существует в этой жизни. Но вы должны знать, что я один, единственный, который не имел никакого спонсора, никакого продюсера, никого, в принципе, кроме своей семьи. Единственный мой стартап – это моя семья, которая вложила в меня, ну, типа, новый аппарат и новый компьютер, и все. Всегда благодарю Бога, что он дает такую удачу мне по жизни, и что это получается потихоньку. И что меня уже знают и в Казахстане моем любимом, где Казахстан на последний момент стал как будто вторым домом. Мне вчера мама говорит, ты этот, главное это, не переезжай туда. Не забудь, я у тебя с тобой здесь тоже. В любом городе, где я бы не был, я всегда как у себя дома. Там все, все встречают как своего человека меня. Ну, мечта сбылась, мечта сбылась. Оставить в истории часть, кусок чего-то, которое достойно быть у меня в сердце. Но, конечно, было очень больно и до сих пор больно. Я ночами очень часто плачу, скажем, да, очень часто плачу. И это оставляет меня воспитанным человеком, который не может, не смеет даже зазнаться близко даже, чтобы как-то относиться к людям свысока. Ви-проект на меня вышел в Инстаграме, я говорю, я согласен, я говорю. С Казахстана еще никто не выходил на меня, да, скажем, в Ташкенте. Именно в Ташкенте, я говорю. Ну, а это прикольный перформанс, поработать с вами и рассказать вот эту историю свою, которую мало кто слушает, но мало кто слушает. Ну, вы первый, кто сейчас увидел. Спасибо, что поделились этим. Это просто невероятно очень эмоциональный момент у нас, мурашки. Вы сейчас первые будете, мне кажется, освещать мою студию. Я сам еще не освещал ее. Ну, вы взяли, сделали эксклюзивчик, да, такой прям. Мне кажется, выйдем со студией, идемте в прихожку, я расскажу про чапаны. Да. Как раз таки. Сколько их у вас и есть ли любимые? У меня, как я и говорил, озвучил, у меня больше 30, но вот в последнее время у меня фавориты, вот в последнее время, это я перешел на короткие чапаны. У меня сначала были длинные, да, скажем, но вот эти короткие, они такие с орнаментами, декоративные, дизайнеры классно, не знаю кто, я... Это не для вас специально отсюда? Нет, 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 я просто иду и, типа... Нет, уже в магазине, где я приобретаю, в офреке там работает у меня, Чорсу базар, знаете, Чорсу у нас есть. Чорсу есть национальный базар, где прям все, 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 все шмотки, все прочее продают, да, скажем? А сколько такой стоит чапан? Они по-разному стоят. Вот эти чапаны, мне кажется, я закупал по 2 ляма. Ну, типа 200 долларов, да, скажем? 200 долларов. Ну, это очень дорого. Я начинал чапаны покупать за, скажем, 200 тысяч за 20 долларов, а сейчас 200 баксов. Ну, типа, больше вариантов нет, потому что то, что я покупал за 200 долларов, за 20 долларов, они, ну, типа, уже, ну, типа, я... Изношением получается, да, как-то... Ну, типа, одно и то же получается, вот так я вам скажу. А почему вы выбрали такой образ играть, типа, не тюбетейки? Я начал одевать национальные шмотки, скажем, да, образовы, одежду свою. После того, ну, типа, я начал делать музыку национальную, и при этом надо было как-то себя уже преобразить под свой стиль, и при этом я первым, что наделал, это вот эту тюбетейку. Эта тюбетейка, я вам так скажу, каждая тюбетейка у нас с каждого региона нашего, да? Это с Маргелана, это Ферганская область, а в Маргелане у нас делают Адрас, Атлас, это все мировые вот эти гости, все, кто шьет, все покупают у нас в Маргелане. У каждого региона есть своя тюбетейка, я вам так скажу. Вот мы и вышли во двор, чуть-чуть подышать надо чистым воздухом. Пока у нас не жарко. Не жарко, да. Да, не жарко, не 45 градусов, пока 30, 35 плюс-минус, да? Такой вопрос. Давайте. Чухрук, какой суперсилой вы хотели бы обладать? Вернуть время назад бы, и, может быть, я был бы дальше в такой атмосфере, где я был ребенком в кругу семьи, где избалованный ребенок, который, типа, я хочу это, я хочу то, а не тем мужиком, который стоит и добивается всего, да, скажем. Быть ребенком в детстве, это было то еще удовольствие. Какой у вас распорядок дня? Я просыпаюсь в 9, у меня тренировки, тренажерный зал, до обеда. В обед я иду, кушаю потом. После обеда я или в студии, или у меня встречи какие-то, или у меня съемка, скажем, да, вот часто очень бывающие моменты. А после этого я чаще нахожусь теперь в студии, разрабатываю новые проекты, а потом уже после 6 я еду выступать. А как вы обычно отдыхаете? Я, скажем, вот в январе, если я улетел в Таиланд, вот недавно я улетел в Иссык-Куль. Это в год второй раз только отдохнул, и то три дня в Иссык-Куль отдохнул там, искупался, скажем, да, и в спокойствии, полное умиротворение, взял гидроцикл и очень далеко отплыл, и просто стоял в тишине, вот, и слушая звон воды, скажем, да, и вот это было очень-очень-очень хорошо. И так я отдохнул три дня на последующие полгода. Если так говорить, типа, активный отдых, я с друзьями провожу там квесты, не квесты, экстремалы какие-то, с парашюта прыгнем, или с высоты, с веревкой какой-то, да, скажем, и все прочее другое. Что вам нравится в вашей работе? Во-первых, это музыка. Я люблю музыку. А потом я познал любовь аудитории, когда я получил эту способность этих людей, когда я получил, правильно скажем, да, чувствовать их, разговаривать с ними через музыку и объединять, скажем, вот так. И просто давать тот вайб, чтобы они просто были счастливыми людьми, которые находятся именно сейчас перед вами. А что не нравится в вашей работе? Ну, когда ставят плохой звук и элементарно технические, да, требования не выполняют. Есть очень сложные моменты с артистами, скажем, когда делаете коллаборации, операции и все прочее другое. И не только с ними. В любой работе бывают трудности. Я не могу жаловаться. Я только скажу, легко все, ничего не бывает. А если бы не диджейнг, вы чем бы занимались сейчас? Какую профессию выбрали? Я мечтал, знаете, с детства быть архитектором в школе. Потом я поступил в колледж программиста. Стал программистом каким-то, да? После этого я поступил в университет электроэнергетика. И после этого, ну, скажем, после колледжа я автоматом пошел проходить, ну, типа, практику электроэнергетики. И этим я пошел учиться высшего образования, типа, получать высшее образование в университете политеха, да, у нас. И потом после этого я пошел работать в министерство, скажем, в системе энергетики. Правильно, скажем, да? В системе энергетики я курировал город Ташкент, прокладывал, перекладывал, да, скажем, высоковольтные кабеля. Может быть, я был бы человеком-госработником каким-то, может быть, я был бы каким-то, скажем, работником по бизнесу, если не было бы творческим человеком, как сейчас. Какая у вас мечта? Как я и говорил, быть лучшим в мире, скажем, лучшим диджейом в мире, получить грэмми и создать такое сообщество, как лейбл в будущем, дай бог, чтобы продвигать уже молодых ребят, чтобы они дальше продвигали страну. Дальше уже, мне кажется, открывать свои бизнес-планы, жениться, может быть, вот, это тоже мечта найти ту самую, а то не все хотят выйти за артиста. До 25 лет я даже не думал жениться, я даже не мечтал, а сейчас хочется быть семьянином, чтобы, ну, типа, кроме мамы еще кто-то был рядом. Да, это тоже я бы добавил мечту. Мне кажется, самая большая мечта это объединить свою семью, быть вместе с ними всегда, дойти до всего вместе с ними, я вам так скажу, потому что очень я сильно люблю своих близких, свою семью, своих друзей и всех, кто находится рядом. Какой у вас девиз? Когда я делаю концерты или когда я просто где-то двигаюсь, мы с ребятами всегда говорим, мы прорвемся, ничего невозможного не бывает, мы всегда прорвемся, просто нужно делать. Когда вы делаете, вот именно, все получается у вас, а когда вы сидите и ждете, для этого ничего не будет. Верьте в чудо, чудо всегда сотворится. Спасибо. 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 Спасибо.